здравствуйте друзья спрашивают как мы в портнов компьютер скул подбираем преподаватели вот что нужно чтобы стать у нас преподавателем и так далее я хочу сказать что вообще трудно подбирать понимаете трудно подбирать студентов педагогов еще сложнее подбирать потому что тут очень много упирается в каждого человека и вы не видите как болезненно когда вот уходит педагог и нужно искать ему замену потому что мгновенно ты не найдешь человека который вписывается в систему и так далее значит какие у нас критерии ну во первых все таки педагог это носитель некоторого знания поэтому он должен либо уже очень хорошо владеть этим знанием либо он должен быть достаточно развитым и профессионально близким чтобы это знание быстро подхватить но вот допустим если мы преподаем тестирование он не обязательно должен был быть тестером раньше но но программистом вот у нас есть один из наших преподавателей она раньше была программистом база данных писала поэтому как бы она легко подхватил и то есть она тестировала по-своему вот там что-то и она она подхватила то как мы это делаем еще один преподаватель у нас есть она раньше занималась вот то что называется big data warehousing то есть она так была таким как бы дейта аналистом вот но тоже быстро подхватила и стала вести проекты у нас она ведет проекты поэтому вот такие требования то есть нет жесткого такого но должен там пять лет проработать тестером не обязательно он может поработать два года тестером например и до этого быть даже не знаю там пусть даже бухгалтером не суть важно но есть люди которые поработав два года тестером уже абсолютно в состоянии преподавать на том уровне на котором это нужно у нас в школе они знают там уже в 20 раз больше чем чем нужно нашего обыскнику и так далее они вполне могут это делать но следующий момент состоит в том что не все люди обладая знанием могут его эффективно передавать и это тоже как бы этому сложно учить я хочу сказать есть люди которые просто родились с этим есть люди которые в общем-то обучаемые есть люди которые совершенно не обучаемые то есть по всякого бывает конечно хочется чтобы он уже умел это делать как-то так вот естественным образом да от природы дальше помимо того что он знает предмет и состояние его преподнести эффективно он должен понимать зачем мы это делаем как вот эта идея должна его увлекать вот если ты в сити колледже преподаешь там сиквел какой то так ты преподаешь сиквел если ты у нас преподаешь сиквел это инструмент для того чтобы поменять человеку жизнь понимаете потому что он через месяц там два уже должен идти там на практику в компанию еще через пару месяцев идти на работу то есть мы когда преподаем сиквел мы думаем о том что он должен интервью пройти мы думаем о том что он должен попав на работу применить сиквел для решения вот этой 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 и может быть еще каких-то других задач поэтому если человек просто преподает там свой предмет и ему без разницы для чего он это делает он он не может у нас эффективно работа просто не впишется в команду следующий момент поскольку у нас коллектив маленький и мы в общем-то боремся за взаимозаменяемость там бывает человек заболел бывает она срочно уехать всякие всякие вещи бывают поэтому как бы важно вот это взаимозаменяемость чтобы человек хотел разбираться и делать вещи которые может быть он мог бы себе позволить не делать но надо делать потому что надо вот с людьми надо быть внутри коллектива нужно быть как-то в хороших отношениях и коллектив маленький то есть там один что называется bad apple да может там испортить настроение сразу всем да поскольку нас мало вот у меня был случай такой была девушка одна из египта у нас училась с очень хорошим образованием инженерным она закончила там по электрикам инжиниринг молодая девчонка там уже 24 года я не знаю но и такая домашняя такая девочка и она в не знаю как эти вещи там правильно называются но у нее там не то что только глазки видны но так вот и личико есть а все остальное там завода на платками и она еще в таком халате ну не знаю там полу пальто полу халат такой до пола длиной там и и думаешь сколько же там динамита можно упрятать там ну я там вот веру но во всяком случае нам очень сложно было ее отдать на на интерншип при том что она владеет вот языками что что важно бывает нужно при том что она инженерно подкованная она была сильнейшей в своем классе в техническом отношении но что дальше получилось вот куда бы мы ее не слали ее не брали при при том что она была лучшей из тех кого признали в техническом плане но когда компания маленькая стартап чеки дамы и так далее она вот ну как то так вот не вписывалась и я даже честно сказать переживал потому что я думаю как же так мы такое толерантное общество где каждому есть место и так далее и так далее что же ерунда такая и на десяток интервью мы ее посылали но чем кончилось что ее взяли в motorola и взяли в гигантскую компанию понимаете и вот тот факт что компания гигантская и она стремится вот к диверсификации она приветствует то чтобы люди были разные из разных стран религии и так далее и вот так вот и в motorola взяли а в маленькие компашечки ее не брали к чему я это рассказываю у нас маленькая компашечка у нас мало людей у нас постоянных сотрудников в школе 10 человек из них три педагога ну я там четвертый я не веду много занятий но немножко веду значит вот у нас три педагога на которых там львиная доля всего нашего преподавания вот и все ну плюс у нас есть там кто-то на телефон отвечает кто-то резюме делает кто-то там на практику пристраивает ребят и и вот собственно вот так такой маленький коллективчик то есть его его легко подорвать изнутри знаете если человек неправильный подберется по этому так вот получается мы никогда не зациклились на том чтобы там народ вот обязательно там все русскоговорящие были хотя получается что у нас таки да все русскоговорящие вот сегодня но у нас в разное время были разные люди у нас был американский дядька у нас из Индии была девочка она уже до сих пор там лет пять прошло она вот у нас как там близких родственников там приходит что-то приносит обнимает там и как-то раз мне в ноги бросилась типа багараджа какой а ей рабочую визу сделали в СИСКО вот она до этого у нас была на рабочей визе ну в общем такая интересная к чему я рассказываю что это не является требованием но так получается что вот в силу того что такая культура как бы узкая группа нас тут сектой некоторые называют ну у людей проблемы им хочется видеть секту я не знаю у нас нет секты мы не закрытый такой мы наоборот очень открытый к миру коллектив и у нас самые разные люди были ну вот как-то так получается что они дальше по жизни идут а вот те кто уже остается так капитально с нами вот они там из бывшего СССР так что такая вот примерно картина плюс люди которые на телефон отвечают мы сознательно говорим что они должны говорить по-русски тоже потому что многие звонят и не очень хорошо по-английски говорят надо все равно с ними поговорить то есть это уже как бы такие профессиональные требования к ним а к педагогам вот как бы так но тут сложность знаете еще в чем если человек работает в индустрии если он не работает в индустрии то он как бы и не может у нас тоже работать то есть он просто не потянет если он работает в индустрии если он получает свои там я не знаю там 100 120 150 тысяч ну есть люди любят преподавать и они вечером приходят и вечером преподают это это правда у нас все вечерние классы ведутся людьми из разных компаний но днем то получается что он должен оставить карьеру инженерную где много платят и идти к нам где платят может быть там в половину что такое должно с человеком случиться понимаете поэтому очень сложно вот вот эта часть очень сложная мы мы не можем деньгами там сманить человека из индустрии то есть что-то ему должно быть такое нужно чего у нас есть а допустим в обычной нормальной компании нет это может быть какая-то свобода с графиком это может быть люди которые уже постарше и у них такого профессионального опыта много а допустим с молодыми толкаться конкурировать вот в инженерных компаниях им уже влом немножко и вот вот такие расклады поэтому у нас преподаватели которые на постоянной работе они все постарше то есть скажем так до 50 после 50 больше после 50 чем до ну так вот такого плана у нас нет 25 летних или там 35 летних таких нет так что вот такая история поэтому для того чтобы к нам попасть преподавать надо быть профессиональным человеком надо любить преподавать знать зачем ты это хочешь делать и разделять с нами так сказать идеи принципы какие-то такие практики что ли профессиональные с другой стороны это скорее всего будет работа вечером то есть вы можете допустим работать где-то в индустрии а там раз неделю в понедельник приходить и вести какой-то предмет это может быть что-то продвинутое это может быть наоборот что-то очень базовое и у нас есть совершенно потрясающие люди которые работают в индустрии и ведут занятия вечерами вот если вы пойдете на youtube и просто наберете сиквел я даже не говорю там сиквел туториал или там сиквел туториал for beginners даже не не так вот просто бейте сиквел в ютюбе и вы увидите первое видео там будет написано там портнов компьютерского это дэвид штерн наш преподаватель но он вечерами у нас вот и он это самое супер дюпер там видео на ютюбе и там его же есть там и по и по xml там и по джаваскриптам и по html очень популярны очень мощные видео то есть для того чтобы оказаться первым он должен был иметь очень самое лучшее соотношение лайков и дислайков насколько я про когда-то он начинал там с третьей страницы потихонечку так вот добылся до первой позиции в ютюбе а у нас есть если вы наберете например там же в ютюбе этом отжал тестинг да и первым будет видео тоже нашего ведь там портнов скул канал наш англоязычный учебные там будет я на бурза это это видео которое там в профессиональных блогах там про него пишет что вообще вот до тех пока такие люди есть и пока они такие вещи вот рассказывают значит индустрия не пропадет они любят преподавать это не 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 потому что из-за денег то есть деньги мы платим конечно мы собственно нормально платим спрашивать сколько платим у нас преподаватели получают от 50 долларов там в час и и выше и 50 и 60 и 75 бывает зависит вот дальше что вы можете набрать там тест документации да и вы увидите совершенно гениальные лекции этой же яны мурзы по тест документации это что-то невероятное вообще это просто фейерверк такой и у нас есть эти же лекции переведенные дублированные на русский язык это отдельно в каком-то месте хотя я бы я бы на вашем месте если слушать слушал бы на так вот абсолютно как бы классные любые большие мастера и по части профессиональные и по части вот рассказать и зажечь они они очень заводные такие знаете глаза горят в бой рвутся как у нас тут одна была девочка из индии я и там я спрашиваю про яну мурзу там она слушала я говорю как вот тебе наш тичер она говорит она это не тичер это на яблок тоже это это ролл модул вот это правда то есть для того чтобы у нас преподавать значит мы хотим чтобы наши преподаватели были вот эти эти самые ролл модул которые хочется копировать повторять за которыми хочется идти которые вводят тебя в профессию за короткий очень срок пойти это не то что каждый может это не то что вот книжку почитал и пошел или там на форуме послушал людей которые не ухом не рылом там не не слышали звон но уже авторитетно высказывать не так просто все это просто когда другие делали поэтому очень высокие требования очень высокие очень серьезные требования но если что мы мы даем людям время на то чтобы раскачать как бы вот выйти на крейсерскую такую хорошую скорость и я когда веду урок новый сам делаю новый урок у меня обычно три прогона идет первый я что-то запланировал на но не вышло здорово вот так как хотелось бы я делаю изменения потом второй прогон идет этого же урока он гораздо точнее но тоже есть шероховатости надо они выходят на поверхность ведь когда первый слой снял тогда второй начинает выходить наружу и когда уже второй вышел и вот третий когда уже вот с учетом первого и второго вот третье уже обычно тиражей поэтому вы не можете от человека ожидать что он вот с первого дня как рванул там и понес сюда мы тогда то есть если это происходит это говорит о том что у вас просто требования очень низкие и как бы не нет культуры который надо соответствовать хотя любой кто пришел он он и есть эта культура хоть у нас такого нет мы 20 лет бизнесе мы очень точно знаем чего хотим и от студентов и от преподавателей такая вот история счастлива